МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей в студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда с первого раза не вышло. Коммунальщики заменили крышу, но проблема осталась актуальной. Скандалы, интриги, обвинения. В Запорожье завершился конкурс среди пассажироперевозчиков. Ведущие позиции в студенческом спорте. Соревнования по стритболу появились в программе спартакиад различных учебных заведений. Прославились танцем. Побеждать на конкурсах по буги-вуги возможно в любом возрасте. Все равно требует ремонта. Жительница дома по улице Сергея Синенко обратилась в нашу редакцию. В многоэтажке, где она проживает около трех лет, течет кровля. Последствия мокрые стены, плесень и неприятный запах. После нескольких обращений в коммунальные службы часть кровли удалось восстановить. Но это не помогло решить проблему окончательно. Возьмутся ли коммунальщики за ремонт кровли в этом году, знает Евгения Али. Начиная отсюда, вот это все течет по стенам, и вот на эту сторону пошло. Светлана проживает на девятом этаже. Говорит, порядка трех лет в доме протекает кровля. Больше всего пострадал коридор и одна из комнат. У нас крыша течет, козырек течет в той спальне. Заливает и тазики ставим, и миски ставим. И в комнате сырость, холод, маленький ребенок. Еще два года назад женщина обратилась за помощью в коммунальное предприятие «Основание». Оставила несколько заявок. Тогда же специалистам удалось восстановить часть кровли. Но это не помогло решить проблему. Я добилась, так и пришли, они вроде как коридор перекрыли. Но после этого пошло еще хуже. Начинает все сыпаться. Я вчера ставила и камин подогревала, потому что течет по обоим. Подналожила и тряпок, и ведер. Я боюсь, чтобы на восьмой этаж не залила. А там люди такой ремонт сделали. Стены и в подъезде мокрые. От этого появилась плесень и неприятный запах. Вот это течет здесь все по ливневке. И начинает течь. Аж на восьмой до седьмой. В прошлый раз, по-моему, аж до пятого дошло. Представители коммунального предприятия «Наш город» говорят, о проблеме знают. Кровля действительно требует капитального ремонта. Его планируют выполнить в следующем году. А пока только текущий ремонт. Кровля пережила после зимы. Стало еще хуже, когда, конечно, выглядит необходимый. И как бы капитальный ремонт. Будут внесены предложения на выполнение капитального ремонта по данному адресу. На данный момент мы на осень готовились выполнять ремонт кровли. Но в связи с погодными условиями у нас не предоставилась такой возможности. Мы перенесли его на весенний период. Текущий ремонт кровли по улице Сергея Осиненко, 79, планируют выполнить до конца июня. Евгения Али, Александр Гоц, Андрей Снесаренко, ТВ5. Есть ли шанс остановить строительство очередного магазина? Несколько лет назад в пятиэтажке по улице Руставе 2 владельцы магазина возвели пристройку. Сейчас начали расширять территорию. Всего в доме работает 11 магазинов. Каждый из них доставляет неудобства. Реконструируя помещение, говорят жители дома, арендаторы рушат несущие стены. Подробности далее в сюжете. Помещения первого этажа этого дома были приватизированы еще в 90-е годы. Тогда в них расположились магазины, парикмахерская и аптека. Теперь жильцы дома вынуждены бороться с предпринимателями и 90-х, и 2000-х. Последних называют паразитами на теле дома. Светлана живет на втором этаже. Окна ее квартиры выходят как раз на эту постройку. До недавнего времени она выглядела так. Ко мне в квартиру уже один раз залазили воры. Из-за этого мне пришлось потратить много денег и поставить решетки на окна. Сама крыша, она прикручена, прилегает вплотную к стенам дома. Из-за этого сырость, грибок. У меня и у соседей тоже на этом же фасаде. У нас цветут стены и пол в квартире. Мы вынуждены очень часто делать ремонт из-за этого. Как выяснилось, холодно в квартире Светланы и потому, что владелец помещения нарушил правила использования системы отопления, которая расположена в приватизированном подвале. Этот факт был установлен и специалистами концерна «Городские тепловые сети». Моя квартира здесь угловая в этом доме и получается, что у меня с двух сторон, так как она угловая, она холодная, то есть, ну, это уже не меняют, там нет соседей, выходят на улицу. И она холодная снизу, так как в самый холодный период, когда дорогое отопление, магазин может себе его отключить, а две комнаты в моей квартире становятся нежилыми. Мы их закрываем, а в остальных комнатах зимой, вот две недели холодного января-февраля, мы спим в шапках. Поскольку дом является кооперативным, согласно законодательства, владельцы магазинов должны были согласовать жильцами все произведенные ими изменения в проекте дома. Но этого никто не сделал, говорят местные жители. Крыша и подвал общего пользования, ну так, по закону. Никто с нами даже и не пытался связываться. Сделали так, как кому-то захотелось. Здесь крысы бегали, потому что здесь был сбор вторсырья, все что угодно. На первом этаже дома – магазины, ломбард и лотерейное заведение. По словам председателя кооператива, арендаторы постоянно делают реконструкцию или ремонт помещений, ломают несущие стены. Мы связались с представителем владельца магазина. Он заверил, что все документы и разрешения у него есть. А если у жильцов возникают претензии, говорит, пусть подают в суд. Какие есть документы? Паспорт БТИ, декларацию на строительство, разработанный проект лицензированной фирмой. Наливайки там не будет. Никто несущих стен там не ломал. Потому что по БТИ там этот магазин весь опирается на колонны. Дмитрий Злачевский, Станислав Печурин, Константин Грушко, Сергей Чалый, ТВ5. Одной проблемой меньше. В домах коммунарского района ведутся работы по ремонту инженерных сетей и замене запорной арматуры. О промежуточных итогах работы рассказали представители коммунального предприятия «Наш город». В доме номер 20 по улице Европейской продолжается ремонт канализационных труб и замена кранов на трубопроводе горячего и холодного водоснабжения. Жильцы этого дома не раз обращались в коммунальные службы с проблемами, связанными с утечкой воды. Конечно, проблем было много с канализацией, с водой. Если, допустим, авария где-то, надо отключать весь дом. Дом начинается с фундамента и с подвала, в котором находятся все трубы, которые снабжают этот дом. И если там будет порядок, не будет утечки воды, значит дом будет стоять долго. Теперь, говорит Лидия, у жильцов одной проблемой меньше. Вот сейчас начались эти ремонтные работы. Я, допустим, очень рада, потому что сама подходила к ребятам. Они меняют краны на новые. В этом доме 8 подъездов. Первых двух работы уже закончили. Заменили 24 метра труб. Предстоит замена еще 30 метров уже в третьем и четвертом подъездах. Параллельно устанавливают 34 новых крана. Ну и в ходе продолжения работы уже окончательно будем выяснять объемы работы и дополнительно принимать меры по устранению существующих недостатков по сетям. По шестой подъезд однозначно. Дальше еще продефектуем еще седьмой и восьмой необходимость выполнения ремонта по данным сетям. Благодаря тому, что жильцы дома исправно оплачивают счета, есть возможность продолжить работы. Есть возможность продолжать ремонты, в том числе, если закончим с инженерными сетями, появится возможность, наверное, осуществить и другие ремонты. Обслуживанием жилого фонда коммунарского района КП «Наш город» занимается сентября 2016 года. А устранением проблем две подрядные организации. За это время выполнено немало работ. У нас уже на домах заменено около 600 метров канализации, наверное, метров 500, если не больше, металлических труб, очень много запорной арматуры. Обязательно задвижки на дома водные, чтобы мы могли перекрывать дома, могли перекрывать стояки. Кровли у нас заменено в порядке тысячи метров. Межпанельных швов тоже метров тысячу сделали. Сидония Ракелян, Ольга Васильева, Руслан Шевченко, ТВ5. Субсидиям быть. Повышение минимальной заработной платы не повлияет на субсидии, которые будут оформляться в 2017 году. Поскольку субсидию начисляют на год с даты обращения и помимо общего дохода, учитываются доходы и за прошлый календарный год, материальную помощь могут получить как прописанные жители, так и те, кто снимает жилье. В прошлом году общая сумма финансирования государственного бюджета составила 213 миллионов гривен. У нас на 1 апреля по городу было 145 977 домохозяйств, которые обратились и получили субсидию. Кроме того, у нас было около 4000 семей или домогосподарств, которым отказано было в субсидии по каким-либо причинам. Либо там доходы превышали, это основная причина, когда по доходам у домохозяйства не получалась субсидия. Либо не было зарегистрированных в жилом помещении. Середний размер житловой субсидии увеличился и складал почти 2000 гривен, что в полтора раза больше, чем в 2015 году. То есть это можно проанализировать в связи с увеличением тарифов. Я хочу зазначит, что кроме субсидии на оплату житлово-коммунальных послуг, есть еще субсидии на проблему твердого палива. Колькість отримачів також збільшилась. На вопросы ответили, предложения выслушали. Генеральный план Запорожья в силу разных причин не пересматривался с 2004 года. Это привело к многим юридическим коллизиям. Одна из основных, с начала 2015 года закон ограничил возможность городской власти принимать решения в сфере земельных отношений и градостроительной документации. Внесение изменений генплана находится на завершающей стадии. Сегодня их обсудили на общественных слушаниях. Обсудить изменения генерального плана Запорожья пришли сотни горожан. Киноконцертный зал имени Довженко заполнен. Общественное слушание – один из завершающих этапов принятия изменений, важнейший для развития города документ. Мы понимаем, что это вопрос сегодня уже, ну, как знаете, камень спотекания для многих инвесторов. Мы понимаем, что это не даёт возможность многим проектам распочатись. Это не даёт возможность многим людям решить свои социальные, побутовые вопросы. Новый генплан предусматривает увеличение объёма строительства доступного жилья, ликвидацию изношенного жилого комплекса в старой части города, сбережение исторических сооружений и увеличение количества зелёных насаждений. Также радикальные изменения должны произойти в транспортной инфраструктуре, развитии промышленной площадки. На основании генерального плана происходит планировка, застройка и реконструкция на территории города. Изменения в документе позволят предоставлять земельные участки воинам АТО в черте города и решить многолетние юридические проблемы с оформлением жилья и земли. Жители улицы Скальной потеряли как минимум 13 лет своей жизни. За этот период можно было что-то сделать полезное, а не просто ходить, умолять, что-то рассказывать, предъявлять какие-то претензии. Запорожцы видят в новом генеральном плане возможность развивать туристический сектор. Предусмотрено развитие острова Хортицы. Нам нужно позиционировать наше місто как місто туризма, как місто Козацькое. В соответствии с целью, можно створить даже не один, а несколько замедленников в Днепре, разместить эти зоны. Поэтому мы очень поддерживаем створение генерального плана и приветствуем деятельность всех участников этого процесса. Мы должны, скажем так, подтвердить там такие территории, которые могли бы сделать тот благоустрой, про который вы говорите на сегодняшний день. Поэтому очень благодарю. Это надзвичайно важное вопрос. Все же таки это история нашего города, которую нужно сохранить. Встреча длилась два часа. После процедуры общественного обсуждения остается еще несколько этапов для утверждения изменений генерального плана Запорожья. Матеріали підуть на экспертизу, как было сказано, фахівцями Діпроміста. Будет зроблено зонування території паралельно, як це можливо. Спеціалісти кажуть, що можливо. И уже сформованный проект нового, я еще подкреслю, генерального плана, буде винесений на найближчі засідання. Я бажаю, що це буде восени, на осінні засідання Запорізької міської ради. Екатерина Селіденко, Константин Грушко, ТВ5. Кто буде возить запорожців? Накануне в горосполкомі подвели итоги конкурса среди пассажироперевозчиков. Понаблюдать за работой конкурсной комісії пришли представители общественности и ветеранов АТО. О дебатах, взаємних обвинениях и обещаниях создать комфортные условия для пассажиров расскажет Татьяна Глебова. Большинство фирм-перевозчиков были допущены к конкурсу. Жаркие дебаты и споры возникли вокруг троих перевозчиков, претендовавших на обслуживание маршрутов Хортицкого района Запорожья. Запорожград Транс, Запорожград Транс-1 и новой компанией Сич Альянс Груп. Члены комісії заявили, есть проблемы с документами и недостатки у автопарка-перевозчиков. На момент перевірки автобусы Богдан, АР-57-94СТ, АР-57-95СТ заявлені як транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, не були пристосовані для вказаних потреб. Эти предприятия к конкурсу не допустили, несмотря на обещання перевозчиков исправить ситуацию. 11 компаний-победителей будут работать на 20 маршрутах. Для обслуживания еще шести будет объявлен повторный конкурс. В течение двух месяцев мы их допроведем, уже как бы срок у нас не ограничивает. Я думаю, в течение месяца мы проведем повторно на этих шести объектах, и у нас будет уже победитель. До повторного конкурса у перевозчиков есть время, чтобы устранить все недостатки. Главное требование комиссии – наличие автобусов большой и средней вместимости. Часть нынешних победителей конкурса уже приобрели транспорт, другие представили инвестиционные проекты. Часть перевозчиков, конечно, победили с инвестиционными проектами, которые теперь задача управления транспортом и мэрии в целом, это функция исполнительного комитета, следить за тем, как они выполняют свои инвестиционные обязательства, именно меняют транспорт на тех маршрутах, где они были определены в качестве победителей в конкурсе. С такими победителями договор заключается на менее длительный срок, чтобы у департамента транспорта была возможность контролировать соблюдение условий инвестиционного проекта. Будем сейчас выносить на исполком решение, будем решать, на какой срок мы будем с ними составлять договор, именно теми предприятиями, которые инвестпроекты подали. Новые автобусы выйдут на маршруты уже 23 июня, по истечению срока предыдущих договоров с перевозчиками. Татьяна Глебова, Андрей Снесаренко, Иван Демьяненко, ТВ5. Объяснить, обучить и развивать. Представители регионального экспертного сообщества «Регион.нет» провели в Запорожье семинар. Специалисты этой организации помогают громадам разрабатывать стратегию развития и участвовать в грантовых проектах. На организационные собрания пришли представители местной власти, общественных организаций, руководители громад и те, кто только собирается такое объединение создать. Таким образом, отмечают организаторы, была создана экспертная платформа, на которой все заинтересованные участники могли поделиться опытом, а также оговорить дальнейшие действия по развитию региона. Самое главное для нас и для Запорожьей области – развитие села. Поэтому мы говорим очень много о развитии кооперации. Мы говорим о проектах, которые будут направлены на развитие зеленого туризма. Мы будем говорить о проектах, которые направлены на создание торговых площадей и на создание площадей, где будут выращиваться продукции. 30-летний юбилей коллегиума «Один ресторан на две команды». И не только об этом мы расскажем далее в выпуске. Не пропустите. Под обстрелами. Люди, которых вынуждают обстоятельства находиться в условиях войны, расскажут о жизни на линии разграничения. История о человеке-легенде. В Запорожье презентовали фильм о патриархе Иосифе Слепом. Кто покинет Суперлигу? В Запорожье продолжаются соревнования по женскому волейболу. Возраст, развлечениям не помеха. Стать победителем нескольких конкурсов по танцам и популярными в сети интернет легко. Оазис жизни в эпицентре обстрелов. На линии огня есть города, условно разделенные на две части. С одной стороны выжженные дома, с другой мирная жизнь, где по улицам ездят машины и гуляют дети. В домах есть свет и вода, в магазинах еда. Есть и поселки, от которых не осталось живого места. И для того, чтобы найти хоть одного местного жителя, нужно обойти десятки улиц. В одном из таких населенных пунктов побывали наши корреспонденты. Я так называю заручники обставин. То нет, куда выехать, або вообще нет желания куда-то выезжать. Найти людей в водяном – настоящая проблема. Обстрел может начаться в любую минуту. В любой момент мы же не знаем, что этих, я обещаю за слово «мав», может в голове назреть. И в любой момент они могут открыть огонь по населенному пункту. Мы с вами не застрахованы от того, находясь в тут, стоячи, что в этот момент может от десь тут прилететь что-то. 82-120, я уже не говорю про 122. Остался ли след мирной жизни в призрачном поселке на линии огня? Водяное – поселок удивительных, но и в то же время жутких контрастов. С одной стороны разбитые дома, сейчас слышны звуки стрельбы, а здесь – уазец жизни. Здесь и сад, и огород. Этот дом один из местных жителей построил собственноручно, от фундамента и до крыши. И уезжать он отсюда не планирует. Такое ощущение, что ты находишься на даче. Вот только обстрелы нагнетают обстановку. Несмотря на опасность, люди тут есть. Немного. Всего несколько семей. У нас 12 человек аборигенов, так сказать, осталось местных здесь. Я понимаю сейчас состояние тех дачников, которые чувствуют, что земля простаивает, и они всей душой рвутся сюда. Но ситуация, увы, не очень-то хорошая. Геннадий вспоминает, как в мирное время мариупольцы приезжали сюда отдохнуть от шумной городской суеты. До войны здесь было прекрасно. Вот столок, если он 150 метров один, туда дальше, и второй большой. Кто любитель рыбачить, на рыбалке там. Мы любители покататься на байдарке, на байдарках с детворой, там зимой на коньках. Сейчас никто не рискует далеко уходить от укрытия. По взрывам определяем, где, как, далеко, близко, куда бежать. В Одином около тысячи дачных участков. Практически все постройки превратились в развалины. Сарай и теплицы в пепелище. А огороды в минное поле с неразорванными снарядами. У вас, слава богу, дом так не сильно пострадал? Да, это отсюда так видно. А там достаточно серьезно. Потом уже залатал я там и там крыши. И тут два раза уже стеклило из кусков. Оно, вон, если сюда зайти, вон, стена продырявленная. И тем не менее, жилье не сильно пострадало. Геннадий говорит, это не просто счастливая случайность, а настоящее чудо. В поселке уничтожены целые улицы. От домов соседей остались одни руины. По словам местных, во время ожесточенных боев, когда сутками приходилось сидеть в подвалах, никто не голодал. Ели соленья и то, что огород садом давали. А тут и фрукты, и овощи, и ягоды. Все-таки мы, как говорится, на подсобном хозяйстве. То есть у нас запасы резервные всегда есть. Во всяком случае, пока. Потребность у людей только одна. Это мир. И уверенности нет, что сейчас тихо, а потом раз и начнется по новой все. Более подробно о происходящем в зоне АТО в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Кровец из Донецкой области. ТВ5. Фильм «История» о легендарном человеке. В кинотеатре имени Довженко состоялась премьера документального фильма о предстоятеле Украинской греко-католической церкви Патриархе Иосифе Слепо. На презентации побывала и Ольга Васильева. Патриарх Иосиф Слепо – легендарная личность для украинской истории. На его долю выпало немало испытаний. Преследование, аресты, ссылка. Так называется агентурная справа, которую завелось НКВД, потом было КДБ, и которая сегодня сохраняется в архиве Службы безопасности Украины в Киеве. Там в 33 томах задокументировано, как гражданская влада разработала план уничтожения Украинской греко-католической церкви, втеливала его в жизнь. И основным фигурантом этой справы есть глава греко-католиков Патриарх Иосиф Слепо. И на тот момент еще митрополитик. Анна говорит, что фильм рассказывает о той стороне истории, которая долго замалчивалась и была практически украдена у украинского народа. Этот фильм, он результатом нашего прагнения открыть эту статью Патриарха Иосифа Слепого широкому загалу. Причем мы не хотели делать... Это стать не какого-то локального масштаба. Великая людина не только для греко-католиков, не только для галичан. Это большой украинец. И это стать масштабом всей истории Украины 20-го столетия, а может и святой истории. К работе над фильмом приступили еще в 2015 году. Съемки велись на территории Украины, Италии и США. Сюжетная линия ленты построена на архивном видео и документах. Многие из них находятся за границей. Фильм охватывает период жизни Патриарха с 1939 года по 1963. Самые главные и интересные факты – это воспоминания. Эти вспоминания тех людей, которые видят в лагере его, подпорезанных и куфайку колючим дротом. Мне такая жаль забрала, что патриарх Украинской Греко-католической Церкви в таком же рогидном виде. Священнослужитель все же выстоял и после освобождения продолжил возрождение Украинской Греко-католической Церкви и Украинского государства. После своего освобождения уже в вольном свете он объединял украинцев, украинскую громаду за кордоном, засунував патриархат для Украинской Церкви, украинские университеты, громадские организации. Фактически он творил украинскую государство в выгнании, был представником этой государства в вольном свете, встречался с президентами, с премьер-министрами. Авторы фильма обещают, что будет продолжение картины. Когда закончится фильм, не закончится эта история. Фильм планируют показать во всех городах Украины. Ольга Васильева, Руслан Шевченко, ТВ5. 30-летний юбилей сегодня отмечает Запорожский коллегиум номер 98. Это учебное заведение с богатыми традициями и высокими достижениями. В 2010 году коллегиум удостоился звания «Флагман образования и науки Украины». А среди выпускников много победителей и призеров всеукраинских конкурсов и олимпиад. Чествовали юбиляров во Дворце культуры «Орбита». Подробнее в сюжете Мария Маракелян. 30 лет полет нормальный. 1 сентября 1986-го свои двери открыла тогда еще Запорожская общеобразовательная школа номер 98. В 2005-м ее реорганизовали в коллегиум. Сегодня это учебное заведение гуманитарного профиля, где получают образование более 800 ребят. Многие из них с честью защищают коллегиум по всеукраинских конкурсах, олимпиадах и турнирах. Мы получили за последние два года две золотые медали в международном конкурсе с участниц заклада «Осветы» 2016-2017. У нас очень творческий педагогический коллектив, у нас очень умные ребята, одаренные. До меня работали прекрасные директора, которые подняли на такой высокий уровень коллегиум, что нам только остается держать планку и развиваться дальше. Поздравить учащихся и педагогический коллектив коллегиума приехали его выпускники и представители местной власти. Заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров отметил высокий творческий и научный потенциал коллегиума. 30 лет это та дата, когда можно посмотреть уже над тем, какой проделан путь и поставить перед собой амбициозные планы. В этом году, кстати говоря, у нас тоже большие планы. В 98 коллегиуме уже в этом году появится современный большой многофункциональный спортивный стадион. Коллегиум номер 98 является одним из подшефных образовательных учреждений, которые поддерживает комбинат «Запорожсталь». К юбилею коллектив коллегиума получил сертификат на приобретение необходимой оргтехники. Мы проводим профориентационную работу с нашими подшефными учебными заведениями, проводим ребятам экскурсии, приглашаем их на комбинат. И хочу отметить, что с этого года мы внедряем новые подходы, мы разработали тренинги, которые помогут ребятам определиться с выбором своей новой профессии. 30-летний юбилей коллегиума отметили концертом. На сцене Дворца культуры «Орбита» выступили творческие коллективы «Запорожья». Либо танцуешь, либо нет. Третьего варианта не дано. Пара пенсионеров станцевала и прославилась на весь интернет. Семейная пара из Австрии станцевала буги-вуги на соревнованиях по этому зажигательному танцу. Их выступление во время турнира сняли на камеру и выложили в YouTube. Видео быстро стало популярным. На ролике 64-летняя Неллия и 70-летний Дитмарс танцевали зажигательный буги-вуги. Субруги признались, что они не ожидали такой реакции от зрителей и просто любят танцевать. Пара уже не в первый раз принимает участие в соревнованиях. Мужчина даже несколько раз становился победителем. Четыре раза в Австрии и один раз в Германии. А женщина считает, что танец – это единственный способ выйти из любой депрессии. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте. В студии работала Алена Матвеева. Всего вам доброго.